тема такая да спорная тема путин действует как бог как бог на не бог удивительно в это время злодеи злодействуют злодейски обязательно злодеи злодействуют злодейски почему используют все формы чтобы не быть уловлены наказанными и строить себе алиби вид имеет очень респектабельный такая вот синяя я наших тварей вообще не хочу трогать это такое говнище верховне ради украине с этой коррупцией просто это другой разговор будет что-то медленно я бы хочу сказать вот пример очень очевидный пример смотри как путин прежде чем войну призвал священников получил от них одобрение священная война бога то все потом обнарисовал границы планы призвал людей в свою цель сейчас вот реально он поступает как красавчик мотивирует людей мотивирует обещает им прощает грехи до каукас как бы богом путем прощает грехи особенно зекам до зеки вы это сидят и воевать убивать украинцев до то вас срок снимается все вам прощается медленное подключение почему медленное я даже не знаю почему медленная секунда быстрая вот интернет работает и все это к сожалению это ну как мотивирует смотри чем как бог он тоже у нас призывает нам грехи прощает и говорит ну выходите в мое царство будете моими подданными бог я вас прощаю все грехи и будете выслужить мне такие вы путин мотивируя своих людей убивать других очень довольно таки хитро поступает заинтересовывает их финансами в начале в середине в конце бонусы до бонусы за убийство там в чем-то до кажешь как бы видеосъемкой ну разная куча мотивации и люди идут в этом мире духовном тоже есть мотивация тоже из мотивация а шо нам будет да говорят бог но я тебя грехи простил некоторые благодарны уже готовы идти там тоже служить богу вот в этом меня парадокс людей хорошо мотивировали в украине же мотивации абсолютно ноль патриотов которые добровольцев судят наказывают не дают отдыхать штрафуют я понимаю кто враг тот кто у нас украине вот эти вот еврейские жиды я бы сказал да власти все эти рожи пусть едете себе угадала в израиль и собственное тоже продажная так мотивированные баблом служат этой власти но тут украине страх ты не пойдешь воевать тебя штраф потом тюрьма вот потом заберут имущество и вот такая мотивация сатанинская хотя как бы украина наш это же образ облика морали это же христианское государство мотивирует страхом страхом никакими другими ты раненый никому не нужны смотреть смотрят люди лечатся за свои суды продажные все это и все в украине ложью и страхом а там честно говорят честно и честно поступает ты пойдешь воевать будешь убивать честно да ты получишь награду ты получишь все что тебе надо тебе спишут все твои долги и ты как новая тварь будешь как ангел небесный вот и поразмыслите к чему дошло псевдо христиансы в украине и какая правда лучшая такая злая правда или такая липкая ложь на словах мы христиане а на деле всех этим страхом страхом руководим вот страна вот такие вопросы я не сомневаюсь в некоторых вопросах но я просто для размышления почему так получается почему религия она шестой стороны шестут но она людей все равно таким или другим способом заставляет убивать и я хотел бы задуматься а где же это царство и какое царство бог мечтает видеть что было на земле как и на небе какое же царство он мечтает видеть что было на земле или это вообще несбыточная мечта идиота еще одно скажу где-то там параллельно не параллельно такую вещь когда тебя призывают в армию тебе дают оружие форму должны по идее выдавать пропитание ни один воин не служит за свое зашалование и весь народ готов на это ну как бы платит и воин воюет не должен заботиться про питание а в обморгировании а у нас как бы вот страна такая патриотов слава украины такие все у нас ушланка ходит но солдаты за свои воюют скидываются люди а государственный уровень просто врет и вранье какое лучше сладкое вранье или не вранье как к правда лучше как бы сказать тут правды нету вот понимаешь вот христианство таком псевдо христианство украинском правда нету что-то молчат эти все молчат эти все которые капелланы пастыра вообще них нет правда не услышишь по поводу этого что происходит там хоть честно вот как бы вот стали на сторону и вот достигает своих целей они убеждены что они там служат богу там убивая будут служить вон такой веру веру и все для этого делают всего для этого делают она же типа во имя родины но родина тебя ненавидит родина тебя проклинает да да за свои лечись почему-то отдали мы власть каким-то придуркам ушлепкам аферистам обманщикам и так и получается какой мужчин людям не это не воспользуется такой шар и где собственная власть ненавидит народ как бы его не добить сумму извне какой-то договорняк грубый договорняк игра в четыре руки на рояле песенами такое ощущение нас разыграли а мы хлопаем слушаем это безумный безумную музыку этих извращенцев и пишутся ничего не понятно плохо вижу вот такая штука путин он красавчик прощает грехи дает награды дары идите танки оружие пистолет автоматы форму ракеты и все дроны и обеспечивают а нас все сам себе купи и и вот это вот христианство которое замечаю служить богу тем что ты как бы имеешь не на дарах духовных а собственной душевности по-плоцки служить богу это такая говно тема говно тема ребят и